МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан. Официальным вступлением в пост считается первый таравих-намаз после ночного. Далее все верующие начинают пост. Сдержание от еды и воды в промежутке между утренним и вечерним намазами в течение всего месяца. Завершится пост с празднованием Ураза-Байрам и Дальфитр. В центральной живомечети весь месяц для постящихся открыт шатер Рамадана, где тысячи мусульман могут приходить на их тары и сухур. Как проходит подготовка в шатре Рамадана в материале моего коллеги Камиля Девятого. Ему слово. Вода. Именно ее больше всего жаждут постящиеся в месяц Рамадан. В ней жизнь и польза. Во дворе центральной джума-мечети города Махачкала в первый день поста раскинулся шатер Рамадана. Вот уже на протяжении семи лет на этом месте с наступлением захода солнца мусульмане города собираются на коллективный ифтар. Шатер Рамадана является нашей уже ежегодной акцией традиционной. На протяжении вот уже семи лет мы проводим эту акцию. Успешно развивается и мы с каждым годом вот нам приходится увеличивать шатры. И вот в этом году мы практически вдвое увеличили шатер из-за того, из-за острой нехватки мест, которое было в предыдущие года. Узбекский плов – традиционное блюдо на ифтар. Его приготовление начинается с обеда. Все готовится заранее. Здесь тазы с рисом, мясо, морковь, различные приправы. И все это варится в специальных казанах. Аромат на кухне просто невероятный. Один казан рассчитан на 300 человек. 300 порций входит. Это общие сегодня 9 казанов. Приготовимся. А на сухар – 3-4 казана. На разговение могут прийти все желающие. Шатер Рамадана открыт и будет работать до окончания священного месяца. Камиль Девятов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В преддверии священного месяца Рамадан на главной площади Дербента прошло торжественное мероприятие, на котором выступили известные исполнители нашидов республики. Более 10 тысяч человек приняли участие в праздничном вечере, который организовал для жителей республики Муфтия совместно с проектом «Умра-Хадж». С подробностями Абдулла Алиев. Группа «Нашиду Леслам» в этот вечер радовала зрителей своими известными композициями. Многие на мероприятия пришли семьями. Положительные эмоции от красивого исполнения нашидов получили не только взрослые, но и большое количество детей. Мероприятие также посетили представители органов власти, религиозные и общественные деятели. От имени Муфтия республики шейха Ахмада Афанди. Его заместитель Ахмад Кахаев поприветствовал присутствующих и поздравил с проведением такого масштабного и знаменательного для горожан праздника. Дорогие мои братья и сестры, давайте вместе проявлять уважение к месяцу Рамадана. Наше уважение станет причиной прощения наших грехов и неспослания милости Всевышнего Аллаха. Не могу не отметить значимость города Дербента в истории исламской цивилизации. Именно отсюда свет ислама распространился по всей России и странам СНГ. Здесь похоронено сподвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. А вы являетесь потомками этих великих людей и тех, кто их увидел. Богослов также выразил славоблагодарности в адрес руководства города Дербента за работу, проводимую во благо общества. В свою очередь заместитель главы Дербента Рустамбек Фермагамидов отметил огромную роль муфтиата в распространении культурно-нравственных ценностей в обществе, а также выразил славопризнательность за проведение вечера нашидов. От имени главы города хочу поздравить всех с наступающим священным месяцем Рамадан, месяц поста, смирения и терпения. Выразить благодарность муфтиату Республики Дагестан и организаторам мероприятия за их поддержку. Желаю, чтобы в день соблюдения поста и молитвы, чтобы в домах каждого из нас пришел мир и благополучие. Аминь. Помимо группы на шедуле «Слам» выступили и другие известные исполнители. Вел мероприятие тележурналист Магомед Расул Абакаров, заряжавший своим позитивом зрителей на протяжении всего вечера. Но все же, как и любому празднику, этому также было суждено завершиться. Но повода для грусти нет, так как наступивший месяц Рамадан приносит радость сердца мусульман, вселяя в них надежду на прощение и милости вышнего. Абдулла Алиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент. Более 400 миллионов рублей на грантовую поддержку фермеров будет выделено Дагестану из федерального бюджета. Всего на эти цели направят более 13 миллиардов рублей, из которых регионам Северного Кавказа поступят более 2 миллиардов. Получателями субсидий из федерального бюджета станут 83 субъекта страны. Деньги регионы могут направить на создание новых КФХ или развитие действующих, а также на покупку сельхозтехники и оборудования. Тем временем миллионы, направленные на социальные нужды, в Дагестане воровали. В Министерстве труда и соцразвития Республики по информации силовиков действовало организованное преступное сообщество. Сотрудники полиции Главного управления МВД России по СКФО выявили схему хищения бюджетных денежных средств. В противоправную деятельность были вовлечены должностные лица ведомства, а также работники комплексных центров социального обслуживания населения. Злоумышленники, пользуясь путем мнимого завышения числа граждан, нуждающихся в оказании социальных услуг, получали под это лишние деньги. Кроме того, в центрах соцобслуживания фиктивно трудоустраивались подставные лица, зарплаты и премии которых передавались организаторам сообщества. По выявленным фактам мошенничества, следственное управление МВД по Дагестану возбудило три уголовных дела. Патриотический автопробег стартовал накануне из Дербента в Севастополь. Он посвящен подвигу бойцов 345-й дагестанской стрелковой дивизии в Севастополе в период Великой Отечественной войны. В акции принимали участие люди из разных городов и районов республики. Прежде чем колонна машин выехала, в музей боевой славы прошла конференция. Молодежи рассказали о подвиге личного состава дивизии, которая практически вся погибла, защищая Севастополь. Ну а после возложения цветов к Вечному огню, участники автопробега взяли курс на Севастополь. В плане посещения 12 городов. В каждом из них пройдут военно-патриотические мероприятия. Планируем проехать по 13 городам по местам формирования 345-й стрелковой дивизии. И уже 9-го числа пройти с участниками автопробега в шествие бессмертного полка в городе Герой Севастополь. Надеемся, что мы принесем вклад в дело уковечной памяти наших героев. Через 3 дня вся Россия будет праздновать 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Память о тех, кто ценой своей жизни защищал Родину, будет жить вечно. Но, к сожалению, с каждым годом живых свидетелей тех героических событий остается все меньше и меньше. В преддверии праздника мы начинаем цикл сюжетов «Ветеран войны». Наша съемочная группа побывала у того, кто видел величайшее в истории сражение собственными глазами. Слово Зумруд Гамидовой. Сегодня ветеран уже с улыбкой вспоминает те тяжелые военные годы. Иврагим Паша Садыков родился в 1923 году в Рутуле. Учился, как и все свои сверстники в школе и помогал своим родителям в поседневном быту. Когда началась война, ему было 18 лет и он добровольно отправился на фронт. Попал в город Армавир в учебку автоматчиков, а в январе 1942-го воевал под Сталинградом. Он вспоминает, что мороз был под 40 градусов, хлеб и продукты питания были замерзшие. Немецкая авиация бомбила буквально каждую минуту. Это был поистине сущий ад, вспоминает ветеран, где вряд ли кто мог уцелеть. Много испытал я военностью. Не дай бог больше этого, чтобы никто не видел. Вот этот Иврагим Паша тогда меня было 24 года. В этих боях Иврагим Паша Садыков получил осколочное ранение ноги. Осколок до сих пор остался в правой ноге ветерана. Из-за полученной травмы ему пришлось отправиться в госпиталь, а после чего он вернулся на родину в Дагестан. Дойти до Берлина Иврагим Паши Султановичу не посчастливилось, но зато наш герой нашел свою судьбу и спутницу жизни. Медсестру, которая ухаживала за ним в госпитале, сопровождала его по дороге в родное село Рутул. Врачи меня комиссовали, дали мне инвалид, отечественные третьей группы, дали мне сопровождающие, так как ты молодая девушка, и меня отправили домой. Я побыл шесть месяцев, потом смотрю, мои напарники, которые со мной в школе учились, забирают в армию. Я прямо пошел в Дома культуры, комиссар был из Дзербенца, Абрамов. Я сказал, товарищ комиссар, возьмите меня, мне еще рука такой была. Он говорит, руку, я говорю, вот, автомат можно держать, я говорю, могу зачислить его. После освобождения территории Советского Союза Ибрагим Паша Садыков участвовал в боях за освобождение Варшавы, где вновь был ранен. Отправили лечиться в Новосибирск, это было 1 мая, вспоминает ветеран. А 9-го там же встретил радостную весть о Великой Победе. 9-го мая кончилась война, и вот солдаты гостерами пошли, ба-бах, ба-бах. Это спасибо русским людям, они даже из печки вареные картошки с кастрюлями переносили в этот госпиталь. Самогоны, пирожки, сахар, мармалай, что долго они переносили? Радовались люди, сколько лет плакали. Ибрагим Паше Садыкову 98 лет, но несмотря на испытания, выпавшие ему в жизни, он крепко стоит на ногах, ходит твёрдо и уверенно. За мужество и героизм, проявленные во время войны, он награждён многими орденами и медалями. Тяжёлые военные годы давно позади, но память и благодарность к таким людям, как Ибрагим Паша Садыков и к тысячам других, останется вечной. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Общекомандная победа юниорская сборная Дагестана по Атеквандо в Хабаровске завершилась с первенства России. На счету нашей команды 14 медалей разного достоинства. На высшую ступень пьедестала поднимались Али Алиев, Саид Абдулаев, Хан Магомед Магомед Мазанов и Нина Урганаева. Помимо этого, воспитанники дагестанских спортшкол выиграли еще две серебряные и восемь бронзовых наград. Среди 49 команд участниц это лучший результат. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.